МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Сегодня в Москве проходит международный железнодорожный салон техники и технологий экспо-15-20. Глава Чувашей Михаил Игнатьев побывал на выставке и принял участие в пленарном заседании. Из Москвы передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Международный железнодорожный салон проводится уже в четвертый раз. Сюда съезжаются ведущие производители локомотивов и оборудования для поездов. Отрасль стала на путь глобальных перемен. В планах ближайших ремонт и замена устаревшего подвижного состава. Только в этом году компания РЖД планирует закупить более 800 новых локомотивов. Причем ставка делается только на отечественных производителей. На самых загруженных направлениях должны появиться и двухэтажные вагоны. Не исключено, что поставят их на рельсы Горьковской железной дороги. Взяла курс компания и на инновации. Новейшее оборудование, универсальные пульты управления, комфортабельные вагоны класса люкс. Все это тоже представлено на выставке в Москве. У Чувашской стороны на форуме были свои интересы. Глава республики подписал соглашение с объединением производителей железнодорожной техники. Предприятия региона сотрудничают с партнерством уже три года. Ближайшую пятилетку с их помощью планируют построить высокоскоростную магистраль. Этот проект РЖД необходимо реализовать до 2018 года. Медрик Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы. Уют, тепло, домашний очаг. Об отдельной квартире мечтает практически каждый. А дети-сироты особенно нуждаются в собственном жилье. С 2013 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по достижении 18 лет, предоставляется жилье по договорам найма. Для этого молодым людям, либо их опекунам, необходимо собрать документы и обратиться в администрацию района. Специалисты органов опеки и попечительства консультируют и принимают заявления с августа этого года. А на межведомственной комиссии решается, кого необходимо поставить на очередь для получения жилья. В Чебоксарах до августа 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стояли в общей очереди на получение жилья. Сейчас произошло разграничение. Их выделили из общей массы нуждающихся в жилье и формируют отдельную очередь через органы опеки. Галина Дмитриевна – опекун двоих детей. Вот сейчас нас вызвали в отдел опеки Ленинского района. Пришла узнать, для чего. Объяснила Надежда Георгиевна, что постановление вышло по обеспечению детей-сирот жильем. Показала, какие документы нужно собрать. Сейчас, надеюсь, что поставят на очередь. Месяц-полтора, пока решение будет, поставят или не поставят. После получения заветной квартиры первые пять лет невозможно совершать любые операции с недвижимостью. Это сделано для того, чтобы уберечь молодых людей от мошенников. В каждом районе города созданы межведомственные комиссии. Они занимаются постановкой в отдельную очередь на получение жилья детей-сирот, либо их представителей. В Ленинском районе города Чебоксар, говорят, не все заявления рассматриваются положительно. После августовской комиссии 13 детей поставлены на очередь, а семерым отказано и разъяснено, как можно это решение обжаловать. На сегодняшней межведомственной комиссии рассмотрели еще семь заявлений. Одно отложили. Шесть дел мы с вами решаем положительно и ставим на учет лиц, оставшихся без попечения родителей, на очередь для предоставления жилья благоустроенного и специализированного жилищного фонда по договорам. Моисею сейчас 18 лет. Он учится в техникуме культуры. Проживает в социальной гостинице при Центре психолого-педагогической реабилитации уже второй год. До этого жил в Канажском детском доме. Молодой человек уже второй год собирает документы для того, чтобы его поставили в очередь на получение жилья. Орден просто утерянный, вообще без понятия, как его восстановить. Я пытался как-то решить этот вопрос. Ходил в ЖКХ, мне там объясняли, что нужна выписка из лицового счета, я приносил. Потом запросили прийти с квартиросъемщиком, с той квартирой, в которой я прописан. Он сейчас сам не в состоянии прийти туда. И поэтому как-то так до сих пор остановлен. Молодой человек надеется, что скоро его вопрос решится положительно. И он тоже будет в очереди на получение квартиры. А Володя живет в социальной гостинице всего месяц. Он уже стоит в очереди на получение жилья. Об этом позаботились специалисты Чебоксарского детского дома, в котором молодой человек жил до этого. В детском доме в 2012 году я, выпускник, ушел оттуда. И насчет квартиры я узнавал у них. Они мне сказали, ты поставлен на учет. И они сами собирали документы на квартиру и сами отнесли туда. Обещали предоставить в этом году жилье. Возможно, после создания районных межведомственных комиссий, дела этих и других молодых людей, нуждающихся в жилье, будут продвигаться быстрее. И они все-таки получат ключи от собственной квартиры. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Правительство Чуваши рассмотрело сегодня ряд документов, касающихся выполнения социальных программ. Речь шла о паспортах госпрограмм в различных областях и сферах, начиная от физической культуры и спорта и заканчивая борьбой с коррупцией. Кроме того, предложено внести изменения в некоторые действующие законы Чувашской Республики. Подробнее в нашем сюжете. В частности, Минюст намерен привести наш закон в соответствии с российским и увеличить количество граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. Таким образом, право на получение бесплатной юридической помощи возникает у лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшихся без попечения родителей, по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, а также у усыновителей, по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов у сыноводных детей. Кроме того, в законопроект вводятся дополнительные категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи. Это вдовы участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи, имеющие трех или более совместно проживающих несовершеннолетних детей, реабилитированные лица и лица, преследованные пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с данным законопроектом предполагается, что право на бесплатную юридическую помощь в Барской Республике возникнет примерно у 35 тысяч граждан. Минприрода вышла с предложением увековечить память известного агрария председателя колхоза «Леинская искра» Аркадия Айдака и присвоить его имя особо охраняемой природной территорией республиканского значения – этноприродный парк «Очаки». Минздравсоцразвитие предлагает установить прожиточный минимум для пенсионеров в размере 5413 рублей. Увеличить господдержку сотрудникам своей отрасли готов и Минсельхоз. Речь идет о возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителей, производящих свинину, мясо птицы и яйца, в связи с удорожанием кормов. Средняя ставка субсидий за счет бюджетных средств на 10 штук и составит 2 рубля 90 копеек, на одну тонну живого мяса птицы 4124 рубля, на одну тонну живого вес свиней 10479 рублей. На возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей из федерального бюджета предусмотрено в Чувашской республике 100 миллионов 700 тысяч рублей, за счет республиканского бюджета 5 миллионов 300 тысяч рублей. Итого 106 миллионов рублей мы будем перечислять сельхозтовопроизводителем. Сейчас проект постановления по распределению средств из федерального бюджета в ближайшее время вынесется на правительство Российской Федерации. Как только будет время, мы заключим дополнительные соглашения и заведем эти средства до сельхозтовопроизводителей. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Более подробно о субсидировании, кредитовании, уборочной компании и других вопросах развития агропрома Республики смотрите в программе «Правительственная связь» сегодня в 20.00. За первую неделю осени снизилась стоимость овощей нового урожая. Чувашстат опубликовал данные о ценах. Основные изменения смотрите в нашей таблице. Цены на морковь и капусту снизились в среднем на 8%. Картофель и лук на 4%. Меньше стали стоить и яблоки, крупа, куры, творог, мясо, рыбы и макароны. Цены повысились на сметану, печенье, сыры, яйца. Хлеб ржаной, рис, соль, сахар, песок подорожали меньше, чем на процент. Все-таки пойдет под суд. Накануне стало известно, что бывший директор канашского филиала ЧГУ за взятки и мошенничество отправится на скамью подсудимых. Уголовное дело в отношении экс-директора филиала ЧГУ и по совместительству депутата городского собрания Канаша завели еще зимой. Общая сумма взяток – несколько сотен тысяч рублей, считает следствие. Их он получил от студентов за пять лет с 2007 по 2012 годы. Деньги директора филиала несли за фиктивную сдачу экзаменов, зачетов, защиту преддипломной практики и дипломной работы. Впрочем, кроме денег, руководитель учебного заведения охотно принимал дорогостоящие продукты питания и алкоголь. Сейчас расследование уголовного дела завершили. Материалы направили в районный суд. На денежные средства обвиняемого, которые находятся на банковских счетах, наложили арест. А вот в отношении посредника, который способствовал взяточничеству, уголовное дело прекратили. Он сотрудничал со следствием и помогал раскрыть преступление. В Верховном суде Чувашей сегодня рассматривалась апелляционная жалоба о сроке наказания Михаила Анисимова. В июле Московский районный суд дал ему семь лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомню, что ночью 24 марта на проспекте Горького Михаил, управляя автомобилем «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2114. В результате водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте ДТП. Сегодня в Крачаево-Черкесии нашли тело пропавшего туриста из Чувашии. Его обнаружили у подножия горы. Предположительно, мужчина упал и разбился. Напомню, что поиски в Донбай начались 3 сентября и продолжались в течение трех дней. 6 сентября из-за сильного снегопада в горах работы были приостановлены. 10-15 спасателей снова вышли в горы. Турист должен был пройти по маршруту Донбай-Джамаат с 24 по 31 августа. Однако после завершения похода в назначенное время турист не отметился у спасателей. В столице Чувашии сегодня прошла эвакуация. Сигнал об обнаружении подозрительной сумки поступил с центрального автовокзала. На место происшествия сразу выехали сотрудники управления МВД по городу Чебоксара. Саперы и кинолог. Бесхозную сумку обнаружили в камере хранения. Сотрудница вокзала рассказывает, что подошла девушка, взяла поклажу, долго что-то искала и ушла. На пол все разложила, все вещи полностью, половину места заняла, где-то полчаса искала, там что-то искала, не знаю, ковырялась, там полчаса ковырялась. Хозяйка, да. Потом она все собрала, еще 15 минут собрала, потом все собрала, потом она ушла. Когда вышла отсюда, сказала, я спрашиваю, куда вы идете? Я, говорит, пошла, не знаю, куда, говорит, и все, пошла. Все посетители вокзала были срочно эвакуированы. В ходе осмотра оставленных вещей, предмет угрожающий жизни и здоровья граждан не обнаружено. Спустя час работа автовокзала была восстановлена. Татьяна Молокова, Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Контртеррористические учения в Чувашии пройдут 12 сентября. Масштабное учение пройдет на территории Красноармейского и Цивильского районов. Будет задействована военная техника и авиация. Оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб. В субботу в Чувашии стартует 75-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чуваша». Она пройдет в рамках фестиваля спорта прессы Республики. Это одно из самых массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых в Республике. В нем принимают участие более 10 тысяч жителей. С этим наблюдением, я думаю, мы начнем нашу праздник. Вы знаете, эстафета традиционная. Особенностью можно считать, что здесь очень редко меняются правила. Потому что эти правила не самой газеты, это тех спортсменов, которые участвуют, а это уже дети отцов, которые 20 лет назад участвовали, дедов. 14 сентября любителей спорта ждет финал с участием сильнейших спортсменов Чувашии. В программе эстафеты забеги школьников, студентов, профессиональных бегунов и представителей средств массовой информации. Мероприятие пройдет на стадионе Олимпийские торжественные открытия в 10 утра. В первом круге участников побежит и глава Республики Михаил Игнатьев. Мы приглашаем всех жителей Республики, горожан, жителей районов, школьников, студентов, сотрудников предприятий, работников различных организаций 14 числа прийти на стадион юбилейный к 10 часам, где мы пробежим нашу юбилейную 75-ю эстафету. А в 2015 году в нашей Республике пройдет один из самых престижных легкоатлетических турниров – чемпионат Европы. В нем примут участие спортмены 12 сильнейших команд Суперлиги. Ну а накануне у этого события появился свой символ. Проект логотипа обсуждали в швейцарской Лазанне. 10 сентября Европейская легкоатлетическая ассоциация его утвердила. Теперь организаторы имеют право использовать логотип в качестве официального символа соревнований. Это была последняя информация на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения.